МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Областное родительское собрание в телеэфире". Совместный проект главного управления образования и телерадиокомпании Гомель, который стартовал в 2016 году. Вот и сегодня в студии на Пушкина-8 в спецвыпуске главной темы мы собрали представителей родительских комитетов районов Гомельчины и компетентных экспертов. По традиции говорим об актуальном, том, что касается каждого. Это главная тема. Мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Гости программы. Начальник главного управления образования был из полкома Сергей Порошин. Здравствуйте, Сергей Иванович. Рад видеть. Заведующая филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники, руководитель школы «Успешное родительство», многодетная мама Ольга Сеницына. Ольга Николаевна, располагайтесь, милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. исполкома Игорь Михальков. Игорь Павлович, здравствуйте. И начальник представительства Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец. Василий Николаевич, рад видеть. Располагайтесь. Лето, долгожданные, большие школьные каникулы, больше свободного времени и больше рисков, рисков для безопасности. Согласны, Сергей Иванович? Да, абсолютно согласен. Нам бы очень хотелось, чтобы количество детей до 1 сентября соответствовало количеству детей, которые придут в детские дошкольные учреждения, в школы. Столько же и стало бы больше, и в том числе и рождаемость увеличилась бы за летний период. С одной стороны, то, что на первом плане всегда лето, беззаботные каникулы, прекрасное времяпрепровождение. И тут вот ряд проблем, о которых мы сегодня действительно будем говорить предметно. Ольга Николаевна, в чем основные вызовы? Одна из причин, почему растет так травматизм в летний период, дети 9 месяцев находятся как бы в клетке. Они зажаты школьной программой, дополнительными занятиями, но детский организм требует движения, активности, подвижности. И дети пытаются это реализовать. Я, наверное, Сергей Иванович, буду права, если скажу, дети стали меньше заниматься сейчас спортом, больше освобожденных от физкультуры. И поэтому, когда летом они предоставлены сами себе, начинаются эксперименты на выносливость, на свои возможности. И это очень часто заканчивается травмами. У родителей в это время далеко не всегда отпуск, а значит, должного внимания мы не можем обеспечить на 100%. Это одна сторона медали. Но скептики скажут, извините, за каждым шагом ребенка не уследишь. И будут тоже правы. Мы должны сделать так, чтобы в летний период ребята как можно больше были заняты. И у нас таких форм занятости достаточно много. Это и загородные лагеря, пришкольные лагеря, это детские оздоровительные центры республиканского уровня, которые только в Гомельской области, их семь находятся, и в ведении Главного управления образования четыре, и возможности родителей, общественных организаций, возможности церкви. Это различные формы именно оздоровления детей. И мы должны в полной мере использовать эти формы. А что касается детей, которые, может быть, уже прошли определенный этап, вот, допустим, один раз в год можно оздоравливаться, или уже были в лагерях, то, пожалуйста, приходите в школу, там, где вы учитесь, и мы найдем возможности занять вашего ребенка. Ребенку дается природой два родителя, чтобы научить жить, научить жить безопасно, научить оценивать возможность своих поступков. И делать это не надо вдруг, 1 июня, когда наступили каникулы. Этим надо заниматься с раннего детства, объяснять, предлагать альтернативу, и все-таки взрослые, ответственные за детей, предусмотреть, чтобы игры и развлечения были безопасны. Да, мои ровесники скажут, ой, мы катались на велосипедах, без всяких защит и все хорошо. Вы знаете, это эффект выжившего. Тот, кто на велосипеде без защиты травмировался тяжело или погиб, сейчас нам об этом просто не расскажет. И статистика вещь упрямая. Все-таки, если ребенок в защите, в специальном велосипедном шлеме, то, естественно, это будет более безопасно. Да, падения также возможны. Да, может быть, будут небольшие ссадины. Но вот я очень удивилась. Была в парке Луначарского на выходных с детьми и увидела, как катаются ребята на скете на киевском спуске. Все знают, насколько там развивается скорость и на роликах, и на скейтах. И какие препятствия там есть, и ступеньки впереди, и вода. Да, дети в полном обмундировании. Даже мотоциклетные шлемы и мотоциклетные защиты на груди, не говоря уже на локотники, на коленники. Ну вот полностью. То есть не все так плохо. Да, они понимают, что боль эту можно по-разному, и можно ее избежать. И все-таки вы-то, безусловно, в теме. Чтобы по-хорошему взбодрить зрителя, родителя в первую очередь, хочу от вас услышать, какие, на ваш взгляд, вызовы наиболее актуальны для летнего периода, что может угрожать опасности деток в эти большие каникулы. Сергей Иванович. Ну, в первую очередь, я бы хотел обратиться вот к водителям, особенно молодым водителям, которые должны строго соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения и внимательно относиться к пешеходам. К сожалению, у нас огромное количество случаев, когда гибнут наши дети, когда травмируются по вине водителей непосредственно. А вот летом, когда больше ребят на улицах, вот это наиболее опасный момент. Это вызов. Один из самых важных. Далее, это вопросы, связанные с внимательным отношением родителей. Родители должны знать, где находятся их дети, с кем они. И информировать ребята должны своих родителей по каждому фактически своему передвижению. Это тоже немаловажно. Ну и, конечно же, исключить случаи, когда ребята могут экстремально посещать стройки, различные карьеры, водоёмы и так далее. И, конечно, приводит это к беде. Вот это нас очень тревожит. А ведь правильно говорят. Дети не ищут опасности, они всего лишь играют. Это в тему простройки. Да, действительно, это так. Игры приводят именно к таким трагическим случаям, которых мы уже знаем, и со средств массовой информации. Поэтому нужно проводить беседы, особенно родители. Больше всего должны работать родители. И ответственность родительская должна быть на самом высоком уровне. Это невысокие слова, это правда. И это действительно так. Мы должны быть очень внимательны с утра и до позднего вечера к своим детям. В том числе и в этой студии неоднократно мы говорили о опасностях и пользе интернета. Где нужно быть родителям осторожным? Осторожным? Во-первых, нужно контролировать. Контролировать интернет. Использовать фильтры, которые возможны устанавливать и не допускать для того, чтобы ребята посещали определенные сайты, не входили в интернет там, где нет такой необходимости. И вот, кстати, могу сказать, случай, о котором расписывали в последнее время средства массовой информации по Чечерску. Папа, который взломал этот аккаунт дочери и так далее, все, наверное, хорошо знают этот случай. Я свяжу буквально коротко. Отец хотел отслеживать виртуальную жизнь своей дочери. Сначала просто смотрел, потом отвечал на сообщения иногда. Вот в этом его и заключалась ошибка. Так сообщают, по крайней мере, интернет-источники. Девочка обратилась в милицию, отец решил, чтобы свои следы замести, удалить страницу. И сейчас ему грозит ответственность. Нет, уже закрыли эту тему, потому что посмотрели, изучили и семью, и намерения, и, так сказать, небольшую значимость именно этого проступка правового. Но этот даже пример говорит о том, что эта семья нормальная. Почему нормальная? Вы посмотрите действия как взрослого, так и ребенка. Ребенок обратился в правоохранительные органы. Значит, он уже этому обучен. А почему не к родителям? Это первое. Значит, второе... Может быть, к родителям, но мы об этом не знаем. Да, может быть. Второе, то, что родители контролируют. Но вот ошибка заключается в том, что сам отец заигрался уже фактически. Нельзя этого было делать, а нужно было выйти на откровенный разговор с дочерью. И это очень важно. Это самая тонкая грань, которая очень сложная... Да, это очень тонкая. И не всем это удается. Поэтому интернет – это и плюс, и минус. АПЛОДИСМЕНТЫ И снова в этой студии возвращаемся к детскому домашнему травматизму. Сколько разговоров. Но факт остается фактом. Не меньше историй, реальных историй. Каждую неделю врач-педиатр в студии не даст соврать. Я бы сказала больше. Я бы сказала больше. Чем больше мы проводим работу, чем больше акцентируем внимание, тем больше ощущаем свое бессилие. И это однотипная история часто? Ничего нового не изобрели? Ничего нового, ничего... Какого-то необычного, ничего нет. Ну, начнем со смены температурного режима и открытые окна. И трагедия в Гомеле. Гомеля, затем несколько райцентров каждую неделю. Это только то, о чем пишут СМИ. Да, падает ребенок из окна. Казалось бы, ну, сколько детских жизней должно лечь на этот алтарь, чтобы родители ощутили свою ответственность за безопасность дома. Но раз такие окна, раз, значит, надо поставить защиты, надо ставить блокировки на открытие, значит... Это не такие дорогостоящие на самом деле операции? Совершенно. Замки на окна стоят от 7 до 20 рублей в зависимости от конструкции. Некоторые производители предлагают за меньшую доплату замену ручек. Родители делятся самыми дешевыми способами. Мы просто снимаем ручки. Просто снимаем ручки. И больше, чем щель, на окно не открывается. Но практика говорит об обратном. Еще один универсальный повреждающий фактор, который и летом, и зимой, и весной, и осенью, это кипяток. Сколько надо объяснять родителям, что кипяток, он опасен для ребенка, опасен для детской кожи, что детская кожа более нежная, она более восприимчива к температуре. И все равно... Каждую неделю десятки случаев. Десятки случаев. Вот только сегодня 20% поражения тела. Ну, представьте, это пятая часть кожного покрова. Глубокий ожог. Ребенок в реанимации. А это всего лишь чашка кипятка. Родители приехали к бабушке и дедушке в Гомельский район, из другой области. Возможно, немножко незнакомая обстановка. Возможно, мама уставшая от переезда. Но вот она заваривает себе чай, вот она только наливает кипяток в чашку, и в ту же секунду эта чашка оказывается на двухлетнем ребенке. Вот он в реанимации. Ольга Николаевна, в одном из интервью вы сказали, пока родители не будут четко осознавать ответственность, вплоть до уголовной, ситуация не поменяется. Это были эмоции многодетной мамы? Нет. Это были знания врача. Так устроен наш мозг. Нейрофизиологи говорят, что участки мозга, которые ответственны за самого взрослого человека, за обеспечение питания, условно говоря, за добычу мамонта, они более глубокие, они более древние, они доминируют. То есть это парадокс, но так, забота о потомстве – это более новые структуры мозга, а значит, если человек уставший или в стрессе, он сработает более древнее доминанта. То есть вот мама следит за детьми, тут ей позвонили, какой-то легкий рабочий вопрос. Она отвлеклась, все случилось. Либо не позвонили, но мама в этот момент, вот может быть, задумалась, что ей приготовить на ужин. И все произошло. Поэтому если будет жесткая и уголовная ответственность, тогда к ответственности за ребенка подключатся более глубокие структуры. Ведь есть такие интересные исследования, что профессиональные водители, когда водят профессиональный автомобиль от работы, они более аккуратны, чем на своем автомобиле. Потому что правила-то общие, как дороги общие, но накладывается еще одна ответственность перед работодателем. И вот эта вот дополнительная ответственность, она страхует. Точно так же, мне кажется, как во всем мире, во всем мире родители несут уголовную ответственность за создание опасных условий для ребенка. Сергей Иванович, не самая простая тема. Ваше мнение на этот счет? Да, это действительно так. И примеры последние говорят о том, что стали привлекать правоохранительные органы более активно виновны в гибели детей. Это и в соседней области, и бабушку не так давно осудили. И мы знаем, когда поехала семья на отдых на реку Соши и устанавливали там палатки или какие-то другие вопросы решали, а ребенок двухлетний или трехлетний ушел на реку и утонул, и привлекались к ответственности мама за гибель этого ребенка. И таких примеров предостаточно. И очень правильно сделан акцент на том, что родители понесут уголовную ответственность за гибель детей. Они потеряли ребенка, но и потеряют, наверное, если это будет очень строго, а наказание и часть своей, так сказать, свободы. И, наверное, пройдет не сразу. Это не сразу наступит эффект. В обществе, в сознании должно быть это выработано. Не досмотрел, не доделал, не предусмотрел. Ты взрослый, ты ответственный. Ты все для этого человечка. Понеси наказание. И для того, чтобы подвести черту в этом разговоре, буквально коротко. При ваших стараниях в Гомеле не так давно открылся модельный центр профилактики травмы. На что он заточен и удается ли двигаться в нужном направлении? Этот центр не только старания меняемых сотрудников, нам помогла программа ЮНИСЕФ. И такой центр на сегодняшний день открыт в каждой детской поликлинике. На очередь женские консультации. Здравоохранение делает все возможное, чтобы максимально информировать население, как предотвратить трагедию. Мы живем в 21 веке. Веки информации, технологий. Но как объяснить, что каждую неделю в Гомеле один ребенок, иногда два, травится ртутью из ртутного термометра? То откусил наконечник, то мама разбила над ребенком и ртуть попала в рот. Ведь, ну вот, казалось бы, уже все знают, что это токсичный металл, что есть доступные другие способы. Ну и вот на экране сейчас показывается вот это то, что... То есть задача таких модельных центров это на примере показать, как быть в быту с профилактикой. Это своего рода квартира, где вы на ярких примерах показываете, что наиболее опасно. И снова к большим каникулам и большим искушениям. Сергей Иванович, возможно, потому задача всех заинтересованных и даже не всегда заинтересованных службы сделать все необходимое для того, чтобы эти дни летом были гипернасыщенными. Да, это действительно так. у нас существует такая форма сотрудничества, как межведомственные лагеря отдыха. Это правоохранительных органов, МВД, МЧС, ребят пограничной службы. Ребят объединяет не только именно занятость, просто занятость, но и изучение направления деятельности, погранотряда, внутренних дел, значит, системы МЧС. и это очень важно для нас. И с каждым годом количество таких лагерей у нас расширяется, и количество участников становится все больше и больше. Такого рода проекты, плюс внешкольная работа, это кружки и секции. плюс ко всему мы обращаемся к учреждениям культуры, особенно сельской местности, там, где проживает ребенок. Всегда в какой-то учреждениях культуры есть культура организатор, который может занять детей в летний оздоровительный период. Пришли туда ребята заниматься в ДК, пожалуйста, можно их обеспечить занятость кружками, спортивными секциями, играми различными, и это даст возможность ребятам не только заниматься, но развиваться, отдыхать, и родители будут более спокойны за то, что дети заняты. И здесь, наверное, стоит подчеркнуть, в большинстве случаев это бесплатные кружки и секции. Игорь Павлович, подключайтесь к разговору, как финансовая заинтересованность и труд могут стать хорошим вариантом для времяпрепровождения детей? В настоящее время у нас в области активно реализуются мероприятия, направленные на занятость молодежи, то есть временно занятость молодежи свободное от учебы время. Подчеркнем, что сейчас мы говорим в первую очередь о школьниках, да? Ну, конечно, о школьниках, потому что у них сейчас больше всего появляется свободного времени и так далее. Значит, во время своей этой трудовой занятости они приобретают опыты практической работы, а также они проходят подготовку к самостоятельному выходу в дальнейшем на рынок труда. С какого возраста школьники имеют возможность заработать свои первые личные средства? Ну, согласно нормативным документам, с 14 лет уже могут школьники работать. Ну, вообще, в рамках временной занятий молодежи трудоустраиваются от 14 до 31 года. Наверняка здесь есть четкие ограничения и по нагрузке, и по времени. Все верно? Все верно, вы абсолютно правы. Есть, так, допустим, для примера, грубо говоря, девочки 14 лет, нельзя поднимать в течение часа вес массой больше 3 килограмм. За смену не более 90 килограмм. То есть, так это для каждой категории детей, то есть, каждой возрастной группы. Кроме того, есть ограничения по видам работ, то есть, нельзя там с режущим инструментом, бензоинструментом, плюс есть ограничения по времени. То есть, для детей, подростков от 14 до 16 лет, то есть, не более 23 часов в неделю работать, от 16 до 18 не более 35, но старше уже 18, это уже 40-часовая рабочая неделя. Наверняка многим родителям, да и ребятам будет интересно, какого рода работу чаще всего предлагаете школьникам. Это ремонт мебели, я знаю. Что еще? Ну, практика показывает, да, действительно, это ремонт мебели, ремонт книг, благоустройство пришкольной территории, посадка деревьев, также пошив постельного белья, пошив спецодежды, ну, а также изготовление всевозможных стендов, скамеек и так далее. И все-таки, я думаю, что Василий Николаевич, со мной согласитесь, лето, по большей части, для ребят это время отдыха. Пусть этот отдых будет с пользой. Скажите, какое количество желающих, нуждающихся, наверное, так будет правильно, в прошлом году получили льготные путевки на оздоровление? В Гомельской области 82 тысячи граждан получили санаторно-курортное лечение и оздоровление в здравницах Республики Беларусь. Только за один год? За один год. Жители Гомельской области. Если говорить о детях, то это 64 тысячи детей были оздоровлены и прошли санаторно-курортное лечение в здравницах Республики Беларусь. Вот это в первую очередь все-таки здравницы, которые находятся у нас в стране или в том числе и речь о зарубежье? Всего на территории Республики Беларусь зарегистрировано 105 санаторно-курортных организаций. Пять из них находятся за пределами Республики Беларусь. Это санаторно-курортные организации системы Центр-курорт Управление делами президента. Они находятся пять на Черноморском побережье, Друск-Киненкай и Юрмала. Важный момент, который стоит подчеркнуть. Государство в этой связи оплачивает, погашает практически полную иногда и полную стоимость путевки. Все верно? Абсолютно верно. Что касается санаторно-курортного лечения детей, государство полностью берет на себя затраты на их оздоровление санаторно-курортного лечения. То есть для детей, независимо от того, по какому бюджету оздоравливаются дети, это предоставляется бесплатно. Также бесплатно направляются, в случае, если это организованные группы, то бесплатно направляются преподаватели в сопровождении этих детей. Единственное, что они не получают санаторно-курортное лечение, а только получают услуги по проживанию и питанию. И осуществляют воспитательную работу и учебный процесс тех детей, которых сопровождают. А родители, которые сопровождают детей по социальному страхованию, они оплачивают 15% стоимости путевки. И все-таки нужно подчеркнуть, кто может претендовать и что для этого необходимо? В первую очередь это показания по здоровью. Абсолютно верно. Для того, чтобы получить санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться к своему лечащему врачу в поликлинику, получить справку о том, что ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении. Кроме того, дети, проживающие на территориях загрязненных последствиями катастрофы на Чернобыльской СКС, либо обучающиеся на таких территориях имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление. То есть эта категория детей не только по показаниям здоровья направляются на санаторно-курортное лечение, но и на оздоровление независимо от состояния здоровья. В общем, есть, безусловно, свои тонкости. Об этом более детально можно расспросить и у терапевта по месту жительства. Да, можно обратиться к своему врачу, либо можно позвонить нам в республиканский центр, представительство по Гомельской области 32-96-18 и специалист расскажет подробно, что необходимо для того, чтобы с пользой провести лето 2019. В данном случае, да, нет. Это областное родительское собрание в телеэфире. Я напомню, сегодня в студии на Пушкина 8 в спецвыпуске главные темы представителей родительских комитетов районов Гомельщина. Уважаемые друзья, у вас есть хорошая возможность задать свои вопросы экспертам. Пожалуйста. Добрый день, Сергей, Добружеский район. Я бы хотел узнать, вот с наступлением лета наши дети все чаще просятся на речку купаться. С какого возраста мы можем позволить им оставаться на речке одним? И можем ли позволить вообще? Спасибо. Спасибо. Частично касались этой темы. Нельзя установить возраст ребенка, чтобы на реке он оставался один. Река – это опасность. Поэтому в любом возрасте до совершеннолетия дети должны быть с родителями. И родители несут полную ответственность за безопасность детей. Я уже приводил пример гибели несовершеннолетних. Поэтому я советую отдыхать вместе со своими детьми, особенно у водоема. Вы будете спокойны за их жизнь, за состояние здоровья. А я бы сказала и взрослому одному на речку, в открытый водоем ходить, отдыхать не стоит. По причине того, что летом резкая смена температур могут быть неприятности, непредвиденные со здоровьем. И если человек один в окружении, такое единение с природой иногда заканчивается трагедией. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Здравствуйте, Татьяна Хойники. Сергей Иванович, мой вопрос к вам. Может ли моя дочь, находясь в гостях у близких родственников, которые проживают в другом населенном пункте, посещать развлекательные мероприятия, кружки объединения по интересам в учреждения образования? Может посещать. И мы это приветствуем и рады тому, когда родители принимают такое участие, а педагоги с удовольствием принимают таких детей. Здравствуйте. Александр, город Гомель, Советский район. Скажите, пожалуйста, может ли ребенок посещать пришкольный летний лагерь в июле-августе? Дело в том, что в июне у нас с супругой отпуск, ребенок будет с нами, а в июле-августе его не с кем оставить. В санатории путевки дорогие. В школе нам говорят, что ребенок может только один раз зачислен быть в пришкольный летний лагерь в год. Так ли это? Правильно вам объяснили. В школе один раз в сезон. То есть, можно один раз летом, один раз в осенние каникулы, один раз в зимние, и один раз в весенние каникулы. Но для того, чтобы организовать отдых во время лета, вы можете разграничивать то, что вы, возможно, как родители, либо папа сначала, потом мама, школьный лагерь, вот, или бабушка, дедушка. И таким образом ребенок будет занят. Но невозможно сегодня бесплатно в течение лета пройти оздоровление дважды в разные месяцы в одном учреждении. И даже в разных. Спасибо. Здравствуйте. Елена, Гомельский район. Подскажите, пожалуйста, ребенок, окончивший 9 классов, может ли он направляться на оздоровление в летний период от учреждения образования? Может направляться в случае, если нет приказа о его отчислении. Но это такой деликатный вопрос, потому что базовая школа заканчивается, то есть 9 классов, пишется приказ об окончании. То есть, ребятам выдаются свидетельства об окончании базовой школы. Приказы о зачислении в августе месяце на 1 сентября. Поэтому, если есть намерение, то я думаю, что возможно. Спасибо. Если он остается учиться в этой школе конкретно. Я помогу Сергею Ивановичу. Сергей Иванович абсолютно правильно говорит. Дело в том, что учреждения образования своих выпускников отслеживают до момента поступления. И, может быть, отчасти свою компетенцию несколько расширяют за пределы законодательства, но, тем не менее, насколько я знаю из опыта своей работы, всегда учреждение, в данном случае школа, следит за своим выпускником и распространяет свою опеку над этим ребёнком до его поступления. Поэтому традиционно эти дети, как правило, попадают в состав организованной группы и направляются на санаторно-курортное лечение вместе с своими одноклассниками. Спасибо большое за ответы. Есть ли ещё вопросы из зала? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Горож Лобин. Сегодня очень много говорили о безопасности детей. Спасибо. Было очень полезно. Но кто поможет нам, родителям, быть вооружённым до конца всем необходимым? Сегодня не каждый родитель знает, как выглядят, например, наркотики или какие-то курительные смеси. А это тоже вопрос как бы злободневный. Это действительно так? Ольга Николаевна, а вот у вас в модельном центре безопасности об этом говорят? Нет, пока о наркотиках мы ещё не говорили, но вы на правильном пути. Раз у вас уже возник вопрос, значит, вы обязательно найдёте на него ответ. Я знаю, что сейчас в школах очень широко проводится освещение темы наркотиков, взаимодействия с криминальной средой детей. Это информирование деток, а вот как быть родителем? Я так понимаю, вопрос об этом. Александр, именно родители, именно на родительских собраниях, потому что мы видим этот график, потому что в нём участвуют медики, наркологи, психологи, педиатры. Педагоги приглашают обязательно сотрудников внутренних дел, потому что они иногда владеют ситуацией намного лучше, чем мы и рассказывают, как не надо делать, и показывают конкретные примеры. Учитывая наш плотный график вот в нашем железнодорожном районе наших выездов на родительские собрания, я хочу сказать, что эта работа ведётся. И в вашу школу, значит, тоже скоро придут. Добрый день, меня зовут Галина, Ветковский район. У меня такой вопрос. Детская половая неприкосновенность. Насколько актуальна данная тема? Эта тема очень актуальна. Мы видим, в прессе освещается лишь малая часть. Преступлений против половой неприкосновенности очень много. И это трагедия нашего общества. Родители перестали быть для детей авторитетом. Родители перестали быть для детей тем единственным и правильным источником информации, который был базой на всю жизнь. Почему-то многие родители считают, что вопросом полового воспитания займётся школа. И всеми другими вопросами. Да. Наверное, так проще. Да. Но, во-первых, надо представить. Традиционная белорусская семья, два родителя и чуть меньше двух детей, как правило, один. Ну ладно, двое. И два взрослых человека. Или класс, где всё-таки 30 учащихся. И педагог, подбирая нужные слова для одного ребёнка, не будет услышан другим. На эти деликатные темы должны обращать внимание родителей. Наверное, не хватит нам времени в этой единого эфири. Я бы мог привести несколько примеров, которые касаются именно границы для дозволенности самими родителями. Буквально на этой неделе я столкнулся с двумя случаями, когда руководитель одного из учреждений образования обратился ко мне с вопросом. Он приехал просто шокирован тем, что обнаружилось взаимоотношения несовершеннолетних и родителей и спрашивает, что мне делать в этой ситуации. Я первый раз сталкиваюсь с этой ситуацией. Что делать? Незамедлительно информировать правоохранительные органы о проверке тех фактов, которые выявлены педагогами, психологами, социальными педагогами школ, для того, чтобы дать правовую оценку самим родителям. И, к сожалению, есть такие моменты, когда происходит половая распущенность, использование несовершеннолетних в порнографических съемках, распространение этих съемок. Мы знаем много примеров со средств массовой информации, они не скрываются, и мы об этом не скрываем. И, наоборот, еще учим педагогов для того, чтобы раскрывать эти особенности, выявлять такие случаи и привлекать к уголовной ответственности тех, кто нарушил моральные принципы и уголовное право. И, к сожалению, у нас такие примеры есть. Поэтому тема достаточно деликатная, актуальная и очень осторожная. Здесь нужно работать специалистам, психологам, медицинским работникам, учить, и в том числе несовершеннолетних, если есть такие случаи, куда обращаться и что делать для того, чтобы такого не было у нас. Здравствуйте, Александр Гомель. Скажите, для большинства семей статус СОП считается постыдным. Какова задача первоначальной комиссии и как должны вести себя родители по отношению к данной ситуации? Буквально коротко, Сергей Иванович, мы этому вопросу даже целый выпуск посвящали. Сложная тема. Стальное опасное положение это оказание помощи в первую очередь ребенку самому. И если необходимо такую помощь оказывать, то нужно. И родители не должны опасаться от этого СОПа, о котором мы стали очень часто говорить. Семья попала в трудную жизненную ситуацию, ей надо помочь. И мы готовы помочь и в трудоустройстве родителей, и в исправлении ситуации, если в злоупотреблении спиртными напитками, и выход из такого состояния, да и просто морально поддержать эту семью. Бояться этого нельзя и не надо. В первую очередь это направлено на социальную защиту наших детей и оказание помощи. Один из критериев СОП – это регулярное неисполнение медицинских назначений, обследований и лечения. Поэтому для нас это очень актуально. Родители сейчас, живя в современном мире, имея много контактов, человеческих контактов с другими людьми, что эпидемиологически неблагополучно, принимают на себя смелость и не защищают своих детей от инфекционных заболеваний, не делают им прививки. Хотя в продавляющем большинстве сами родители привиты согласно национальному календарю в детстве. И это тоже такой риск, который сегодня вроде такая особенность, можно отказаться, но влечет за собой иногда при прочих критериях, как постановка в СОП. При неполном, как понимаю, исполнении своих обязанностей родителями, здесь вступает уже государство в качестве помощника. Да. Бывают такие примеры, может, я приведу такие жесткие примеры. Вот рождается ребенок, у него врожденный порог сердца. И на сегодняшнем этапе он хорошо диагностируется, а самое главное, он хорошо лечится. Ребенку в определенном возрасте показана операция, но родители отказываются. Ребенок растет, и это сердечко, которое еще в прошлом месяце справлялось, начинает не справляться. То есть, если еще в прошлом месяце ребенок был компенсирован, сейчас немножко хуже. А еще через месяц может настать совсем плохо. И в моей практике были случаи, когда ребенок изымался из семьи, устанавливался государством опекун, опекун проводил операцию, давал разрешение свое согласие на операцию, либо государство давало разрешение на операцию государственные уполномоченные органы. И ребенок потом рос и развивался нормально. И я разговаривала с одной из таких мам, и она мне говорила, а я все равно против. Вот у нее получился хороший ребенок, да, были пережиты какие-то опасные моменты, но все хорошо, сердце как новое, он будет жив и будет здоров, но она была все равно против. Я считаю, что вот таким родителям они должны быть ограничены в своих правах. Итак, уважаемые гости, время, отведенное для нас в эфире, к сожалению, подходит к завершению, потому по традиции программы буквально коротко, по реплике от каждого из вас подводим черту в разговоре большая каникula, больше свободного времени, но и больше рисков. Как сделать это лето, эти большие летние каникулы по-настоящему безопасными для детей? Пожалуйста, Василий Николаевич. Ну, мне кажется, это очень такой комплексный вопрос, и безопасность детей зависит от многих факторов. не специалисты отдела образования, управления образованием, не специалисты здравоохранения, не в отдельности какие бы силы ни прикладывали, не смогут обеспечить безопасность. Это очень комплексный вопрос. Тут нужны усилия и родителей, и специалистов, и самих детей. Игорь Павлович. Ну, я полностью согласен с Василием Николаевичем, но единственное, еще, конечно, хотелось бы дополнить, так как здесь я касался темы временной занятости, напомнить родителям о возможности трудоустройства детей в период летних каникул. это тоже в какое-то время тоже занятости, то есть у них меньше свободного времени, при этом они еще могут заработать деньги и найдут себе может быть какое-то занятие под настроение, скажем так, то, что им больше нравится. А возможно это станет хорошей профориентацией и поможет с выбором профессии. Ольга Николаевна. Самое главное быть положительным примером своим детям. Если вы будете показывать варианты хорошего времяпрепровождения без рисков, ребенок будет повторять все за вами. Любите своих детей, наблюдайте за своими детьми и будьте для них самым лучшим примером. Сергей Иванович. Я утвердительно скажу, как и Ольга Николаевна, любите своих детей и вы всегда найдете возможность, чтобы у них было безопасное детство, чтобы они хорошо отдохнули и чтобы у вас было все хорошо. Спасибо большое. Это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Благодарю за участие. Спасибо, Сергей Иванович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова